ух ты это что какой-то слет а ну-ка давай сейчас мы быстренько объедем и посмотрим вон их сколько едут и едут да 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 ну и день воскресенье сейчас подъедем узнаем кто старший что это у нас тут такое интересное происходит в тайгане друзья никогда не знаешь что тебя ждет прямо к ним туда обнимаются 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 что-то очень происходит интересное да я выйду откуда ребята добрый день друзья мы подошли к ребятам я так понимаю главным вот такой замечательной тусовки у нас очень большие каналы нас смотрят до 10 миллионов человек в день поэтому хотелось бы узнать почему вы возле парка львов-тайган мы возле парка львов-тайган потому что ваш шикарнейшая парковка очень удобно собраться очень все знают все практически кто здесь присутствует у вас были нам очень понравилось вот и поэтому мы решили собраться здесь все знают куда ехать очень удобно всех собрать хорошая локация это до стартовые точки отлично и вы потом едете по крыму куда-то в определенное или просто покататься замечательно буду смотреть кто-то будет освещать чтобы мы смотрели за вашим передвижением спасибо ребята это наши крымчане крымские или это москва то есть наши российские такие ребята решили сделать сбой возле парка львов-тайган спасибо спасибо приезжайте всегда канал так и называется парк львов-тайган татьяна александр есть канал человек лев у нас их восемь много так что увидеть парк львов-тайган татьяна александр вот ребята вот столько 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 смотри как замечательно что собираются не только с крыма собираются со всей россии и все как только что сказали ребята все знают знаковую точку в парк львов-тайган и здесь проще всего собраться добраться добрый день еще раз дорогие друзья подойдя к нашим мотоциклистам вот поговорив с ними я решила сказать вам немножко о парке львов-тайган это сейчас видите здесь собираются байкеры потому что это самая топовая точка да здесь назначают свидание под буквами парка львов-тайган а совсем недавно два дня назад двадцать первого числа была одиннадцатая годовщина со дня основания парка львов-тайган я здесь нахожусь именно со дня основания и поэтому я сегодня хотела бы вам немножко рассказать из серии было стало потому что вы сейчас видите такой тайган который он сейчас но того тайгана который когда только все начиналось когда олегу алексеевичу разрешили построить разрешили достроить вернее открыть потому что тоже были препятствия но потом правительство крыма пришло на помощь увидели приехали посмотрели вот и поняли что он это очень нужный объект для крыма и за два месяца парк львов-тайган был открыт перед этим было шесть лет долгой подготовки работы завоза животных строительства но за два месяца именно двадцать первого числа парк львов-тайган открыл свои двери 2012 года парк львов-тайган начинался тогда также как сейчас вот этой входной группы не было этих прекрасных указателей на но это и была центральная дорога не было таких замечательных парковок и люди вдоль вот этой дороги тоже вдоль этой дороги стояли рядами длинными рядами и до середины эти ряды в два ряда в 3 4 если вы посмотрите старое видео то пройти между машинами было проблематично столько их было это сейчас с этой стороны есть огромная парковка и с этой стороны есть огромная парковка раньше было пушевого дорога к бывшей военной базе и вот по ней люди тысячами шли в парк тайган с первого дня открытия настолько люди верили олегу зубкову видели 15 лет зоопарка сказка видели что может этот человек что с первого дня они пошли в этот парк толпой вход раньше это сейчас вот есть входная группа замечательно висит огромный экран раньше вход был вот здесь в эту дверь и мы с вами зайдем с той стороны я вам покажу как это было как заходили люди как выходили и как я тоже первый раз приехала в этот день приехала в этот парк сейчас вот есть такое замечательное замечательный экран на котором летом во время сезона здесь стоит очень много людей и смотрят все наши ролики кто не знает есть банкомат но это так отступление сейчас если кому-то нужно поменять возле парка есть банкомат и есть один вот это за эту входную мы тоже борюсь вот тут касса и вот такая входная группа тоже прошли и суды и все носить на у нас без суда вообще ничего не получается через вот такой магазин мимо я показывала уже вам вот этого гигантского льва мимо пройти невозможно этой скульптуре я уже вам ее показывала это самая большая скульптура льва в мире 2 их таких всего одна в китае одна здесь из входа магазина мы выходим на вот эту замечательную огромную площадь раньше не было вот таких мы они были но меньше вот как-то синенькая потом уже пришлось купить олегу алексеевичу потому что поток был настолько большой пришлось купить вот такие современные большие автомобили которые он вез из китая а я не просто подошла друзья это сакура было одно из первых деревьев вот таких которые олег алексеевич посадил здесь посмотрите какое шикарное цветение сакуи у нас несколько сакуи в парке это сейчас у нас много вот таких машин у нас есть золотая карета есть даже вот такие автомобили которые подарили друзья тайгана раньше в основном было передвижение на вот таких вот таких паровозиках их было несколько туристов было очень много и эти паровозики очень украшали парк когда по дорожкам разноцветные такие паровозики разъезжали и в этом паровозике очень часто можно было потом уже когда подрос увидеть я слава зубкова посреди огромные березы метр на три выше чем гостиница гостиница на парке парке вот из нескольких таких трехэтажных зданий было сразу это бывшее офицерское общежития олег алексеевич его только немного подкорректировал да там может не очень это не современная какая-то гостиница не это главное когда вы приезжаете вы должны понимать что это переделанные вот ну такие комнатки до из там жили раньше офицеры карета появилась у нас тоже позже олег алексеевич их не стою эти гостиницы конечно если бы сейчас он строй это был бы современнейший гостиницы а так это место где вы можете остановиться передохнуть послушать утром рык львов перекличку и вечером походить погулять по парку парк работает до последнего клиента то есть вас никогда не попросят выйти из этого парка покинуть этот парк и этим он тоже отличается от очень многих парков или других учреждений даже если вы будете выходить в 12 часов ночи к вам не подойдут сотрудники и не скажут покиньте гостиницу мы уже не работаем а я вам обещала что покажу вход ворота так и были на прежнем месте а вот тут за этими дверями где сейчас написано вход только для персонала это был первый вход в парк львов тайгана именно через эти двери заходили все люди сейчас тут стоят мотоциклы а раньше здесь было в дверь заходили рядом окошко кассы и здесь был такой крутящийся такая штучка через которую можно было заходить и вот когда первый раз пришла в этот парк и зашла в эти двери первое что мне бросилось глаза это вот эта дверь я не знаю почему то мне сразу так захотелось я увидела там было много растений там вот картины как и сейчас там этот тигр он чуть позже появился но тем не менее мне так захотелось туда зайти и понять что там потому что для меня красота уже началась за этими дверями это сейчас там находится ее мой кабинет и пресс-центр вот но первые впечатления вот прям меня потянуло туда не знаю как предвидение что ли какое-то и вот так мы заходили в парк тогда еще не было плитки которая сейчас находится по всем парке в том году даже в этом году по моему закончили украшать этой плитки даже самые маленькие аллеи мы пойдем дальше по аллеям парка но я хочу сразу вам показать эти ворота которые это место который круто изменила мою жизнь я могу это честно сказать есть жизнь моя до того как я побывала за этими воротами в первый раз а это случилось на день рождения олега алексеевича многими годами позже до этого я только наблюдала как происходят поездки в саванну к львам я вам хочу сказать друзья я не могу сказать назвать себя очень смелой ну вот вся моя жизнь да я никогда не была слабым человеком но не могу сказать что я была рисковым человеком скорее я была уравновешенная но почему я говорю что вход через эти ворота к львам круто изменил мою жизнь то ощущение потом сколько было поездок 7 лет была услуга я туда ездила лет шесть ну и продолжаю с олегом алексеевичем туда к львам заезжать каждый год по многу раз первое впечатление я не могу перепутать ни с чем и первого льва вот не то что перепутать это незабываемо и поэтому всех людей которые туда потом заезжали когда была услуга прогулка ко взрослым львам я очень любила я сопровождала всегда и снимала я очень любила когда люди заезжают первый раз потому что забыть первое впечатление или вот там нельзя солгать там если ты боишься это сразу видно если ты не боишься это сразу видно видно с каким сердцем ты туда пришел действительно ли тебе надо или тебе так а вот такая услуга а я тут отметился там все по-другому есть жизнь до я всегда это говорила людям которые садятся есть жизнь до саванна поездки туда есть после есть там эти полчаса иногда час люди не забудут которые побыли семь тысяч человек там у львов не забудут никогда ни при каких условиях а у меня к радости такая жизнь продолжается я имею возможность ездить к львам не только к львам спустя несколько лет я стала сотрудником парка потому что влюбилась в него сразу тайган покорил моё сердце сразу как только я именно вот здесь именно на этом месте увидела эту аллею это сейчас это огромные деревья а тогда они были метра три олег алексеевич сюда на протяжении 6 лет завозил так сказать может сюда шли все деньги которые семья зарабатывала в зоопарке сказка покажу вам еще и белую цветущую сакую и вот эти вот сейчас огромные деревья были гораздо меньше гораздо скоро это дерево будет такое же большое как на входе и будет радовать гостей парка и чтобы как-то украсить у него не было на тот момент денег чтобы как-то украсить парк к открытию на открытие пришло 15 тысяч лет потому что открытие было бесплатное посещение парка для всех жителей белогорской и для белогорского района вот он просто взял и украсил эти деревьях множеством корзин с петуньями и вот когда я увидела я не перестану об этом говорить потому что когда я увидела эти петуни а это ну как поехающие бабочки были все все мое сердце после этого осталось здесь навсегда единственное что я смогла как бы сначала сейчас подойдем тому месту вот поехали сотрудники что я могла сделать сразу я дошла вот до этого места это фонтанная площадь села на этот фонтан причем у меня есть фотография а вот как я сижу и позвонила владу я сказала буквально несколько слов я не знаю что мы будем здесь делать в этом парке но мое место здесь и если ты со мной а к тому времени мы прожили уже 25 лет вместе если ты меня любишь ты будешь со мной здесь то есть на тот момент я готова я не знаю единственно что я на тот момент смогла как бы здесь потому что животных я ничего не знала вот я не ветеринар значит как бы тоже там не ветерина не типовая чтобы работать где-то в кафе вот мы взяли я стала работать как предприниматель лишь бы находиться здесь на этом самом месте вот поддержал меня да он мы не сразу переехали жить мы жили симферополе мы не сразу переехали жить в белогорск вот мы не сразу поменяли настолько круто свою жизнь и долгие годы мы каждый день ездили сюда из симферополя на машине и каждый раз заходя в этот парк я понимала с каждым разом что больше и больше что меня не тянет симферополь мое сердце с каждым разом когда я видел эту красоту я понимала что она безвозвратно принадлежит этому месту я очень люблю запах сказка это было первое значит моя любовь к паркам олега зубкова но тайган вот как-то поглотил прямо вот целиком кроме этой аллеи сильно украшено тогда ничего не было но людей было столько с первого дня что когда ты заходил это вот сейчас мы идем мы видим аллею когда ты заходил в парк то на этой аллее между головами не было видно асфальта столько было людей несколько тысяч человек в день и они знаете вот как как машины вот был поток в эту сторону прямо и такой же поток был на выход сумасшедшая популярность этого места с первых дней была чтобы вы понимали друзья почему это удивительно это не южный берег это не ялта это не а уж то это даже не судак вот или феодосия туристические города это что называется богом забытый был такой маленький городок белогоиск я уже говорила для меня это было будет одного дня пока здесь не было тайгана я белогоиски не была никогда за свои уже допустим на тот момент соек чем-то лет поэтому когда сюда ринулись а по-другому нельзя назвать туристы сначала крымчане раньше не было интернета да и показывали только в основном телеканалы на открытие было по моему 165 телеканалов зарегистрировалась чтобы освещать это событие и поэтому олегу алексеевичу пришлось выделить день тоже 21 были все люди а 20 были телеканалы было правительство в полном составе днем раньше до этого места основным украшением как я и говорила были деревья украшенные цветами питомели дом птиц был сразу и пользовался сумасшедшей популярностью здесь были свободные зоны было много кроликов были бегали цесарки много ходили павлины это было самое большое спушил хвост и самое большое украшение парка вот как мне тогда показалось никому эти птицы не мешали и животные которые свободно бегают по лужайкам но это было удивительно люди никогда не видели свободно гуляющих павлинов здесь основная красота то есть вот здесь до этого перекрестка ну еще вот хватило там зелени уже были украшенные как-то какие-то растения они конечно были не так вот буйно с лида как сейчас это были маленькие посадки но они были это сейчас уже тут целых ботанический сад а тогда перед этим приехала фирма здесь было голое поле приехала фирма наша крымская и они очень долго делали зеленый газон сажали можжевельники ставили камни и олег алексеевич между ними ставили скульптуру и но на тот момент хватило как бы красоты именно вот до этого места дальше уже зелени столько не было а вот здесь там где сейчас вот вольер даны и вот здесь где вольер шимпанзе здесь уже был просто сад это место так и называется сейчас сад вместо всех вот этих красивых вольер вместо всей вот это море зелени здесь были в таком хаотическом каком-то порядке остатки старых деревьев и высокая трава на которые люди стилали всякие покрывальцы люди приезжали знаете вот как на отдых сидели под этими деревьями лежали под этими деревнями кушали да даночка маяка я соточка сидит такая звезда вот кроме этого сада были вот эти две золотых скульптуры был детский зоопарк вот это очка где можно было зайти и посмотреть на всяких вот обезьянок они так и были здесь с первого дня так и там уже к обезьянкам кто-то вот малыш уже стоит на поручнях сейчас прервемся схожу наших людей не переделаешь ты подъезжаешь ребенок стоит просишь не стать а мы не ставим горит папа снимая ребенка с ограждения а потом будет кто-то виноват забыли волки вот поэтому здесь дальше шли вот эти башенки и поворот был налево здесь везде стоял жираф зелененькая травка и маленькие маленькие кусики то есть от вот этого буйства красок от вот этого буйства зелени дорога здесь тоже было уже паровозники как-то разъезжались по ней но когда я даже сейчас вот вспоминаю или смотрю фотографии прежние я вижу насколько мало зелени а возле варьеров построенных именно вот здесь это стационарный зоопарк слоновник тоже был сразу построен в первые годы но слонов вы знаете мы ждали очень долго несколько лет и черных грифов и все вот эти шеды были построены так вот знаете как звездой что ли четырехугольный если смотреть сверху они такие крестообразные это сейчас много опять сидит да что ж такое тот ребенка это сама села это сейчас много современных зоопарков большими барьерами ну вроде бы уки не сует хорошо когда люди адекватно воспринимает подъехала все сразу поняли и поняли почему скажу как бы и всем остальным почему не не нужно даже присаживаться на эти волье кто-то может крикнуть животное может прыгнуть вас что-то просто может испугать или вы можете потерять координацию и вы заваливаясь на этот волье вот однозначно схватитесь за него ну такая природа человека а там животное испугавшись тоже может поэтому не нужно не ставать и тем более перелазить до переходить из этого лет но даже садиться на него не нужно стойте рядом как бы дай получать удовольствие так вот это сейчас есть современные технологии да можно поехать на запад даже кому-то заказать даже проект зоопарка где-то на западе вот а тогда олегу алексеевичу учиться было не у кого зоопарковскому делу он полагался только на свой ну уже 15-летний опыт и поэтому эти вольеры тогда 11 лет назад это для украины для россии для любой нашей стран снг были верхом совершенства это были огромные волье в которых животных было не жалко это были волье вы видите поднятые на высоту они находящиеся внизу то есть тут животное выходит и она у вас вот сразу перед глазами не нужно наклоняться не нужно задирать голову все продумано животное на уровне глаз и конечно же фишка тайгана так же как и запада сказка сразу стало то что здесь можно кормить животных ни на одной вот это аллея тоже была заложена сразу вы не найдете в тайгане тупиковых аллей которые приводят вас в тупик и нужно разворачиваться и идти назад олег алексеевич категорически против самого первого своего значит вольера категорически против такой планировки человек должен идти идти он не должен приходить в тупик вот эти шеды тоже были построены одними из первых но тоже тут не было никакой зелени если вы увидите старое видео то вы поймете и сравните насколько это обедняет зоопарк когда там нет зелени мы во многих зоопарках бываем да где-то так вот как на том же бали до любой зоопарк до утопает просто в зелени в естественной и они там борются расчищают да между этой зеленью расчищают чтобы было значит поставить где вольер где-то нет зелени вообще ну и так тоже оставляют там деревцо где-то там деревцо олег алексеевич на протяжении всех лет 11 садит садит и садит он посадил несколько сот тысяч деревьев и кустарников а возможно и миллион и этот человек не перестает я специально с вами проехала подъехала к этому месту сейчас еще закрытому но совсем скоро мы увидим новые территории которые олег алексеевич отдал под новые инсталляции поэтому парк львов тайган хорошеет с каждым днем на радость нашим зрителям нашим посетителям и на зависть и печаль к сожалению но имеющимся нашим врагам ну это они считаются что не наши враги да они как-то с нами борется ахик зубков не замечает в основном эти как собаки лают караван идет поэтому друзья я поздравляю всех нас с тем что парку львов тайган исполнилось 11 лет конечно же мы поздравили олега алексеевича с этой датой я приглашаю всех вас в тайган и сказку и я точно знаю что человек с добрым сердцем человек любящий красоту по достоинству оценит усилия семьи зубковых по украшению этого места на земле с любовью из тайгана тайгану 11 лет